всем привет сегодняшнее видео будет у нас о канарейках значит ситуация такая вот перед нами самки и у всех у всех самочек разная судьба там вверху сидит на яйцах нанесло яиц здесь на на среднем на втором этаже значит самка сидит хорошо сегодня прекрасно но она сидит на одном яйце значит она сидит на одном яйце вот клетка под номером 6 я пометил вот у меня тут записи есть шестой номер 18 числа снесла одно яйцо а сегодня у нас уже 27 по моему или 28 не знаю когда видео выйдет но яйцо одно вот я что хотел сказать я сейчас вам даже покажу редко но бывают такие ситуации когда самки несут одно яйцо вот я не знаю принципе можно убрать это яйцо выкинуть да с другой стороны по всем правилам конороводства надо держать это одно единственное яйцо и она возможно оплодотворенно потому что он темная какой-то я очень не просвечивал кстати можно просветить сегодня в общем можно яйцо оставить чтоб самочка посидела потренировалась возможно следующая кладка будет у нее удачно если следующая будет такая одним яйцом значит самку надо отдавать более опытному разводчику и так что я хотел сказать ситуация следующая вот здесь у меня на первом этаже у самки вылупился птенец один птенец вылупился она его категорически не кормила но я поздно заметил на второй день потом как получилось в общем он вылупляется на следующий день течение суток первых она его не кормит он погибает и у него у нее на третий день вылупляется еще один того погибшего я убрал с гнезда а этого эту козявку я подкармливаю но она его тоже не кормит я вот им тут даю у меня зерносмесь проса рапс ленка конечно сильно там и вот такую вот даю подкормку здесь яйцо и морковка она никакую не кормит сейчас сегодня я решил показать поделиться с вами таким вот способом которыми можете вы тоже пользоваться таким способом если у вас есть допустим соседняя пара у которой птенцы вот перед нами козявка это маленькая сейчас мы перевернем вот у него зубик абсолютно пустой в общем такого птенчика можем поместить здесь вот в первой в первом номере вчера сегодня третий день как вылупились птенцы одному третий день другого второй день вот она давал я немножко два часа назад я давал яичко с морковкой пшеницу пророщенную все поели и вот зерносмесь как обычно значит смотрите как я тут придумал вот это дело сейчас вот это вот эту кашу назовем это мягкий корм на яйцо и морковь и тут еще была пшеница пророщена я это все дело присыпал витом знаете такой пробиотик витом 2 витом 3 витом 4 вот я присыпал витом 2 по моему у меня сейчас так вот смотрите у нее тоже есть птенцы и я предлагаю сейчас вам покажу подложить того одного птенца а вот здесь у нее два птенца сейчас посмотрим эти самка не хочет уходить сейчас мы ее аккуратненько попросим уйти все на он прыгнула на соседнюю палочку берем значит этих птенчиков осторожно все делайте аккуратно осторожно чтобы не уронить это все дело вот у нее два птенца спят хорошенько видно да сейчас я просто вам покажу что было видно вот значит два птенца вкладке было пять яиц обратите внимание зуб накормлен там вон какая-то жидкое жидкообразная да видите там не зерне зерно жидкообразная обычно вот так если птенцы голодные их беспокоишь они начинают рот открывать это значит голодные эти сыты вот 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 пожалуйста вот так выглядит голодный но они спят прекрасно я думаю что они не такие уж и голодные но можно тоже подкормить первое время итак берем этого видите какой голодный рот открывает без конца подлаживаем сюда и поскольку у нас здесь уже три птенца мы можем одно яйцо но только вы должны знать наверняка что яйцо пустое яйцо просвечивал знаю что яйцо пустое я убираю одно яйцо оставляю пока им два яйца пустые тоже почему оставляю яйца потому что птенцу очень удобно на яйце быть вот он они видите головы складывают на яичко и таким образом спят им удобно если яйцо убирать пока рано по мере подрастания птенца можно будет яйца убрать когда птенцы перестанут вот так вот складываться даже если у вас один птенчик вылупился а пустые яйца присутствуют в гнезде вы не выкидывайте их раньше птенцу очень удобно на них спать и эти яйца будут как аккумулятор тепла то есть вот самка улетела покушала а птенчик греется приказать к этому яйцу ну в общем здесь понятно да а еще кстати кстати мне в комментариях один подписчик подписал что у птенца черные пятна это какая-то болезнь он говорит какая-то инфекция что-то там предложил лекарство забыл как называется но тут и не знаю где он тут углядел какое-то черное пятно может быть у этого обычно я знаю так вот если розовый птенчик и у него черное пятно то на том месте будет расти просто-напросто темные пятна темные перья вы допустим видите голова темная вот возможно будет темное перо на голове темное перо будет на крыльях то есть а он мне говорит какая-то инфекция но не знаю может кто-то знает напишите этот видите абсолютно темный он от другой пары а эти от другой пары вот подрастут посмотрим какие они будут ну так не будем значит охлаждать птенчиков сейчас мы их положим вместе с приемным братом с подкидышом положим этой паре я думаю она примет ну сказать чтобы это самка прям идеально кормить началась самцом я внизу не могу так сказать но мы видим у птенцов забыл все-таки что-то присутствует а этот видите какой дергается он неспокойный потому что он хочет кушать и ждет пока его покормят по поведению вот он уснул возможно просто он притаился от слабости он устает ложится какое-то время проходит потом снова как потревожить вот так вот если потрусти немножко гнездом он снова просыпается и начинает просить есть вот тряска гнезда это как бы ну пародия на то что самка пришла они же слепые и вот как шевельнулась гнездо значит самка вернулась и у них рефлекс срабатывает открывать рот просить еду вот сейчас попробую вам показать вот если яйцо то есть если гнездо трюхнуть вот видите видите он пытается но ему видимо может сил нет вот вот видите мне кажется он же ослаблен я сейчас попробую покормить его искусственную кашку сейчас пойду намешаю и покормлю сам надо первое время придется мне их не то что надо первое время а вот именно этих придется подкормить первое время все я гнездо поставил на место может быть самец будет помогать может еще самка будет помогать плохо видно но тем не менее вон они все спят значит я планирую еще также сейчас дать помимо вот этого питания можно дать еще немножко подварено или отдать кипятком зерно допустим пшено но изначально канарейка должна была быть к этому привыкшая что-то новое вводить в принципе может быть канарейка не возьмет самочка уже села видите и греет фокус немножко пропал сейчас настроил я не договорил канарейка видите села на яйца на птенцов и продолжает их греть птенец который вот там вел себя беспокойно потом успокоился возможно ему стало холодно и он лег или он просто проголодался и ослаб в общем сейчас канарейка его пока будет греть я пойду сейчас возьму немножко яйца желтка разбавлю это все дело с водичкой можно добавить детского питания и такую не слишком жидкую не слишком густую кашку можно будет закапать хотя бы по капельке и так примерно так только каждый раз свежую готовки и примерно так можно покормить день два три пока там увидите самка начнет сама хорошо кормить и это вам не придется подкармливать это я просто его перевожил а он там может быть вчера не ел сегодня может с утра голодным уж не знаем но я вижу что голодный сейчас подкормлю его сам возможно что когда я пойду готовить эту кашу и вернусь то самка уже его накормит вы видите как она сидит внимательно слушает ну и самец здесь тоже вот он неплохой я думаю будут нормальными родителями почему я приложил тех птенцов суда они этих птенцов к той самки потому что там самка не особо мне интересно она не такая статана не такая мастер у нее а здесь как бы самка перспективно сидит она хорошо несет несется она нормально 5 яиц вот единственное сейчас если плохо кормить будет есть вариант научить ее кормить то есть будем подкармливать она присоединиться и будет хорошей матерью также хотел сказать то что вот то самочка у которой мы забрали птенцов она у меня первая и у нее вкладке одно яйцо вылупилась то есть питание было у самца не особо такое витаминизированное и он меня подотворил яйцо это самка уже получается третья у меня пошла я уже успел включить в рацион более полезные корма то есть я начал вводить больше овощей больше зелени и самое главное больше пророщенной пшеницы пророщенных семечек это дает увеличивает оплодность а вот эта самка вот эта самка она у меня уже самая крайняя то есть самец не ешь не и вот этот который с ней сидит он долго и плотно ел пшеницу морковку пророщенную пшеницу и у нее у этой самки все яйца оплодотворенные сейчас давайте вам покажу сколько у нее яиц это сразу уходит а то долго сидит не не уступает мне яйцо главное не уронить ничего вот у нее четыре яйца и все четыре яйца оплод это свидетельствует о том что кормление правильное многие пишут комментарии такие о помощи помогите пустые яйца допустим да чтобы не было пустых яиц надо давать зерносмеси примерно чайную ложку но может быть полторы чайной ложки на пару когда вы посадили вместе побольше морковки и побольше пророщенного вот самка села на свое излюбленное место так значит чтобы были оплод надо давать поменьше зерносмеси побольше пророщенки а здесь вот чтобы самка кормила но видите там шансов нет я их подкармливал а толку не та самка не исправляется я надеюсь эта самочка исправится так что кому видео понравилось пишите комментарии ставьте лайки не поленитесь ну и продолжение следует посмотрим как она примет сниму пару дней сейчас пройдет пару дней я сниму продолжение этой истории покажу вам птенчиков как они растут как они развиваются и расскажу по поводу того что целесообразно подкармливать или нецелесообразно ну я имею ввиду самка исправиться будет ли кормить в принципе на моей практике самка всегда начинала кормить всегда ну кто-то на третий день кто-то на пятый кто-то на седьмой но вот уже в этом году вот эти вот новые мои самки с которыми я столкнулся снятое видео ранее там самка не кормила до последнего я сам кормил 25 дней и потом что-то все равно у меня не получилось но 25 дней я выкармливал птенца самка не приступила к кормлению и эта самочка пойдет к более опытному заводчику все всем пока пока что-то не видно что-то прежде всего что-то